Здравствуйте! Я хотел бы сейчас поговорить с вами о любопытных вещах, которые мне иногда пишут. Это я раньше называл эрзац-стрим, да? Или ответы на вопросы зрителей. Но это не эрзац, это лучше. Это вот стрим, пожалуй, эрзац того, что я сейчас делаю. Потому что в стриме вопросы случайные, но немножко непонятные. Так это некий такой встреча со зрителями, знаете, какая. Достаточно пустенькая, мне кажется. Поэтому вы, пожалуйста, поддерживайте меня материально, без всяких этих стримов. Просто потому, что я для вас рассказываю интересные и полезные вещи. Внизу у меня для этого есть и вновь созданный этот, как он называется-то, Донотейшн Айлертс. Есть номер Сбербанковской карты, заканчивается он цифрами, 32-43. Есть номер счёта Сбербанка и все реквизиты этого отделения Сбербанка. Пейпал, международная система. Яндекс.Деньги. Киви.Кошелёк. Вот высказывание, я, собственно, хочу его прочитать, высказывание моего зрителя и прокомментировать его. Высокая скорость изменения и появления полезных мутаций может объясняться тем, что человек и его ближайшие предки жили всю основную часть своего существования в группах по 10-30 человек, где мутация у одного человека – это уже 10-3% населения. Таким образом, изменчивость в малых группах очень быстрая, в отличие от больших групп, как сейчас. Интересное мнение. Ну, вообще, относительно мутации, ну, вот какая-то классическая теория, да, теория, как сейчас называется, синтетической теории эволюции, вот сейчас она так называется. Это вот он её излагает, вот так, вот. Своё дополнение к ней, значит, сделал по поводу малых групп. Всё это так, но это не отменяет то, что вероятность мутации очень мала, и вероятность мутации положительной очень мала, понимаете, в чём дело? Вот про изменчивость. А что касается малых групп, их устойчивости, да, это связано прежде всего с тем, что вот именно в этих малых группах, которые сохранились, которые уцелели, ну, какое-то время они существовали, в них просто было достаточно очищенное, да, вот, за счёт того, что малость и группа наследственность. Как только, значит, возникала какая-то, значит, собственно, все эти связи были, так или иначе, близкородственные, понимаете меня, да? Вот, ну, в каком-то поколении относительно близкородственные. И привело бы это всё к вырождению наследственным заболеваниям, если бы у них была, как говорится, плохая наследственность, да? Вот у нас обычный метод – это очистки наследственности, это у нас то, что есть два пола мужской и женский, да? У женского пола у них все хромосомы парные, а у нас одна хромосома, у мужчин, одна хромосома X не парная. Для неё ещё и хромосом Y, которая никакой генетической информации не несёт, это просто коробочка, которая говорит, что вот это, говорит, мужчина будет. Вот, а всё, какой будет мужчина, это на той X-хромосоме написано, да, понимаете как? Вот, и если у женщины две X-хромосомы, если на одной какая-то билиберда, она с другой считает, она другого ей родителю досталась, организм считает и создаст эту программу. Вот, а у мужчин она одна, и если она бяка, то он просто не появится на свет, да? Вот, тут у нас большая часть оплодотворения циклеток происходит по схеме XY, ну, там типа 4 к 1, но на свет появляется, значит, мальчиков только чуть больше, чем девочек, да, фактически один к одному. Остальные просто, даже от браковкой на самой первой стадии, даже не закрепляются, так сказать, оплодотворённая циклетка таким образом в матке, она просто не жизнеспособна уже на том уровне. Такой там плохой какой-то обнаружился код, что он вылетает. Вот, вот для чего. А тут вот просто такие маленькие группки, да? И, кстати, наша страна, это в значительной степени была страна за до недавнего времени таких маленьких групп, потому что, ну, крепостной правого, жили у одного барина, ну, вот это было очень, очень было сильно это всё, да, очень было сильно. Хорошо, если барин ещё не принимал участия в размножении, а то знаете, как он, все первенцы от него, не понимаете? Были такие франделя. Нет, вот пилок вырождения. Не знаю, был ли такой вопрос, но был похожий, про скорость перемещения луча света по поверхности Луны. Ну, так вот мы чиркаем лучом света, и зайчик бежит быстрее скорость света по Луне, да, вот с Земли, лазером так, жик. А тут вопрос такой, что если, чисто умозрительно, мы возьмём некую невероятно длинную палку, которую пусть, например, достаёт до Бетельгезе, это такая звезда, а затем здесь, на Земле, повернём её на 90 градусов. С какой скоростью и как будет двигаться, скажем, круглый набалдашник на конце этой палки? Я вам так скажу, что любое, значит, возмущение вот в твёрдом теле передаётся со скоростью звука в этом твёрдом теле. Мы поворачиваем тут палку, и вот этот поворот вот так вот, он передаётся, да. Мы толкаем её от себя, и по ней вот бежит, значит, волна, волна, значит, сжатия, которая её и перемещает, но бежит у нас со скоростью звука в этом твёрдом теле. Скорость звука в твёрдых телах больше, кстати, чем вот в воздухе. Вот, ну, тем не менее, она не скорость света. Между прочим, очень интересные были картинки, в своё время я видел, были популярны очень астрономы, галактические, вне галактической астрономии, фотографии галактик, был такой атлас Воронцова-Вильяминова, пикулярных, то есть неправильных галактик. Вот, я любил разглядывать эти фотографии, а там были интересные очень галактики. Вот, как две галактики, они соединены таким звёздным мостом, и он как бы растягивается, понимаете? Он растягивается, растягивается, и он, бац, лопнул в нескольких местах, понимаете? И это как раз должно произойти, если действительно растягивается какое-то твёрдое тело, да? Вот оно растягивается, вот как обычное твёрдое тело, когда мы его растягиваем, оно лопается в одном месте. И всё, только в одном. Потому что вот в этом месте разгрузка произошла, и всё. Дальше всё тело узнаёт со скоростью звука, что, ну, вот тут уже лопнуло всё, перетяжка появилась, да, шейка. А тут-то шейка появилась, а в соседнем месте ещё не узнали, там шейка появилась, да? Вот мне очень нравилась эта аналогия. Ну, если про палки таких вот галактических масштабов, то это вот она. Так, спрашивают про католит и анолит. Католит и анолит. Утверждают, что в своё время в советских аптеках он продавался. Но я вот не помню, продавался ли он в советских аптеках. Католит и анолит. Это значит, берёте вы электроды 2, катод и анод, пропускаете ток через воду. Кстати, через воду вы можете пропустить ток только в случае, если вода не дистиллирована. Дистиллированная вода будет изолятором. И, кстати, дистиллированная вода реально используется в качестве изолятора, например, может быть использована. Используется, например, в этих самых конденсаторах, например. Потому что у неё большой очень эпсилон. Хороший конденсатор получается. Вот. И получается, что одна из этих вод имеет кислый вкус, а другая щелочная, немножко мылкая такая она как бы, да? Одну называют живая, другую называют мёртвая. Ну, почему называют живая и мёртвая? Это, наверное, как из сказки там, да? Вот. А что касается вот продажи в аптеках, я вот этого, честно говоря, не помню. Сейчас-то, по-моему, предлагается такой товар. Прибор для так производства живой и мёртвой воды. Вот. Я как-то делал видео про печное отопление, и у меня в этом видео вопросы задали. Может, как-нибудь расскажете о самых эффективных теплоносителях для жидкостных систем отопления с точки зрения современной физики? Ну, вообще говоря, с точки зрения современной физики и с точки зрения современных потребителей, значит, отопления, да? Ну, лучше воды-то трудно что-то придумать, да? Она доступна, она теплоёмка, вот. И у неё достаточно высокая температура кипения. Очень важно. Если раньше времени у вас закипит, это будет плохо. И она не огнеопасна, кстати говоря, в отличие от некоторых других жидкостей, которые, в принципе, можно тоже использовать как теплоноситель. Есть вообще всякие хитрые теплоносители, кремно-органические, по-моему, они используются, они не проводят электричество. Вода-то всё-таки реальная вода, она проводит электричество, потому что что-нибудь дорастворено, что-нибудь дорастворится, если вы зальёте в систему отопления, что-нибудь она там найдёт, что растворить. Теплоноситель используется для охлаждения электронных устройств. Скажем, компьютер весь у вас погружён в эту жидкость, да? И вот эта жидкость нагревается и уходит куда-то, да? Понимаете? Всё прям вот, да? Всё, каждый элемент окружён этой жидкостью, и он забирает тепло. Вот, на выставках так иногда любят показывать, компьютер, который просто утоплен в этой воде и работает, ничего, охлаждая, в этой жидкости, простите, вода. Да. Теперь ещё вот, я вам правду скажу, вот когда в 90-е годы у нас появилась возможность строить большие дома у народа и делать там, соответственно, отопление, то иногда в разных вот участках покупали землю, где нет газа, и отопление там делали часто на солярке. Хотя надо было бы, на солярке, в смысле, жгли там солярку, хотя, в принципе, наверное, лучше было сжечь мазут, котельное топливо. На Западе используется мазут в качестве топлива вот в индивидуальных жилых домах. Ну вот, очень интересно, вот эти вот новые русские, как тогда их называли, они ведь понимали, что они могут уехать из этого дома, ну, дача это обычно у них была. Как бы не замёрзло отопление-то, понимаете, да? И вот они заливали в эту систему, значит, ну, как это там, этиленгликоль, да? Что обычно заливают в радиатор двигателя зимой? Вот они это тоже заливали. Ну, у богатых свои причуды, ну, чтоб не потрескалось. Нет нанять там, это, сам сторожа, да? Ну, нет. Не хотят, сторож будет что-то лишнее узнать или увидеть. Есть фантастический рассказ, как на Землю пришёл космический вирус, и электричество стало невозможно на всей планете. Это был не совсем вирус, это, помните, этот рассказ, это появились такие вот живые существа, которые называли волновиками, да? Они жили в, как сказать-то, это были потребители электромагнитных излучений, да, эти волновики. И вот чуть вы что-нибудь включаете радиоприёмник, и он тут же потребляет, радиопередатчик, он тут же вот эту всю волну съел, схавал, да, уже радиоприёмник не примет её. Вы включаете сеть электропитания, да, у вас идёт, значит, колебательный процесс. Всё, он эти колебания тоже волновик, значит, скушал. И вот описывает сообщество, где живут, ездят на лошадях, паровые машины, всё без электричества, всё без электрической связи, без телеграфа. Вот так вот обходится, вот так всё, вот оптические методы. У Вселенной ведь должна быть максимальная масса. Если бы масса Вселенной была больше этой границы, сила гравитации пересилила бы расширение пространства, и Вселенная сомкнулась бы в одну точку. Это так товарищ пишет. Так ли это? Если да, можно ли рассчитать максимальную массу Вселенной? Кстати, очень хороший вопрос, между прочим. Дело в том, что вот интересный вопрос, интересные проблемы. Вот недавно, значит, товарищи оценили среднюю плотность Вселенной. Ну, это не так уж сложно, такая оценка есть. Товарищи оценили, значит, ну, зная радиус видимой части Вселенной, то есть 13,8 миллиардов световых лет, оказалось, что масса всей этой Вселенной при такой средней плотности, она как раз такая, чтобы вот радиус Шварцшильда был как раз 13,8 миллиардов световых лет. То есть мы, получается, как бы живём внутри вот такой вот чёрной дыры, да, радиусом 13,8 миллиардов световых лет. Я вам уже пытался внушить, что вот гигантские чёрные дыры, да, гигантские чёрные дыры с огромными массами, они имеют огромные размеры, и внутри этой чёрной дыры средняя плотность, она не очень-то и большая, да, там, типа как в верхних слоях атмосферы Земли. Ну, о них размеры циклопические, да, понимаете, совершенно ужасные размеры. Вот, ну, как отнестись вот к этому расчёту, о котором сейчас сказал, о том, что при той плотности вещества Вселенной, которые есть, вот эти самые, радиус видимой части Вселенной, это как раз, как раз и есть радиус той чёрной дыры, в которой мы как бы должны находиться. Ну, вот на этот вопрос, как бы сказать, специалисты по общей теории относительности стесняются дать прямой ответ. Дело в том, что, вот смотрите, какая ситуация, вот для нас-то видимая часть Вселенной 13,8 миллиарда световых лет, а вот для другой точки какой-нибудь, которая, например, на 13,8 миллиарда световых лет, для ней тоже вот радиус 13,8, и в том числе вот до нас 13,8, и куда-то туда 13,8, понимаете-ка? И вот это вот как-то вот, в этой вот такой вот бесконечно однородной Вселенной, как-то вот, как-то вот, ну, не здорово получается с чёрными дырами-то, да? Вот, ну, вот тут вот интересно, но интересно и не всё так просто, как говорится, да? Это как пишут обычно в Фейсбуке, в графе «Семейное положение» всё сложно. Вот так и здесь вот, всё сложно. Вот. Ну, помнится, была у нас на работе ЛАФУ, лаборатория антеннофидерных устройств. Антеннофидерные устройства, понимаете, что это такое? Там у них были всякие фазовращатели, фазоздвигатели, всякие сложные-сложные конструкции, всякие катушки, всякие... Чего только не было. Я уж не говорю про то, что были эти самые антеннофидерные устройства, которые назывались фазированные антенны решётки, фар. Я уж про это молчу. Это вообще круто. Ну вот, ну вот, вообще все вот эти вот антеннофидерные устройства – это очень крутые вещи. Очень крутые и очень сложные для, так сказать, понимания простого инженегра. Вот. Дело в том, что вот непростые инженегры, которые вот работают в этих вот ЛАФУ, и которые создают эти вот самые АФУ, антеннофидерные устройства, у них есть свои методы расчёта, конечно, инженерные, и, значит, полные моделированные, исходя из уравнения Максвелла. Вот. Они всё это получают. Вот когда какая-нибудь необычная антенна в руки энтузиастов попадает, энтузиастов-ролюбителей, я бы так сказал, по старинке, хотя не знаю, как они себя называют сейчас, вот, то у них возникают иногда неправильные взгляды. Вот из одной такой антенны они решили, что тут вот, ну, знаете, вот, почему возникает, скажем, электромагнитный сигнал, да, электромагнитная волна? Потому что движется ускоренный заряд. Вот он движется, ну, линейно движется, или там вращает. По кругу движется ток, да, катушки. А тут какой-то электрон сам по себе вращается и излучает. Вот это, конечно, вот неправильно. Вот. Всё, что они придумывают, да. Нет, надо, ребята, идти в лафу, с ними поговорить, с лафушниками, с образованными, хорошими. Они достанут какую-нибудь книгу, может быть, даже с грифом, в которой они вам эту антенну обсчитают. С грифом, секретно, например. То есть они не достанут и вам не обсчитают, потому что она с грифом. Вот. А, они не обсчитают. Вот такие вот дела. Ну что, будем считать, что я обменялся с вами мнениями, дорогие мои зрители. Вот. Спасибо вам большое за то, что посмотрели меня. И ещё большее спасибо за то, что вы мне пришлёте новые вопросы. Обменяйтесь со мной своими мнениями и всякими проблемами. А я по ним вам, может, большую передачу какую сделаю, может, маленькую. Вот такую, может, попури из ваших вопросов. Спасибо, жду вопросов и самый главный денег жду. Вы не поверите, деньги – это самое главное, что есть в экономической жизни человека. Пока.